Теперь рассмотрим кривую тетрования слабого основания сильной кислотой. Начнем мы с 40 миллилитров раствора аммиака с концентрации 0,1 моля на литр. И в этот раствор мы добавляем раствор сильной кислоты, H-хлор. И сначала нас просят вычислить pH раствора до добавления кислоты. Итак, изначально у нас есть только раствор аммиака, аммиак и вода. Аммиак – это основание, он заберет протону молекулы H2O. Получив протон, аммиак превращается в ион аммония, NH4+. А вода, отдав протон, превращается в OH-, гидроксид ион. Изначальная концентрация аммиака 0,1 моля на литр. И это типичная задача на равновесие раствора слабого основания. Начальная концентрация продуктов этой реакции предположим, что равна нулю. Дальше посчитаем изменения. Мы потеряем какое-то количество аммиака. Он вступит в реакцию с водой. Обозначим разницу концентрации за х. И поскольку NH3 превращается в NH4+, сколько аммиака мы потеряем, столько ионов аммония получим. Концентрация ионов аммония увеличится на х. И концентрация гидроксид ионов увеличится на ту же величину х. Таким образом, в состоянии равновесия концентрация аммиака будет равна 0,1 минус х моля на литр. Концентрация ионов аммония будет просто х. И концентрация гидроксид ионов тоже х. Дальше пишем формулу константа равновесия. Это у нас основание, поэтому это будет константа диссоциации основания. Она равна отношению концентрации продуктов к концентрации реагентов. Продукты – это у нас ионы аммония, х. И гидроксид ионы, тоже х. И все это делим на концентрацию аммиака, на 0,1 минус х. Если вы не поняли, что я сейчас делаю, посмотрите видео о равновесии слабого основания. Константа диссоциации аммиака нам известна. Она равна 1,8 на 10 в минус пятой степени. Это равняется х умножить на х. То есть х в квадрате разделить на 1,1 минус х. Поскольку аммиак – слабое основание, мы полагаем, что х тогда будет очень маленьким по сравнению с 1,1. А значит, им можно преневречь и считать, что 1,1 минус х приблизительно равно 1,1. Такое допущение сильно облегчит нам расчеты. Отсюда можно найти х. 1,8 на 10 в минус пятой степени. Умножаем на 1,1 и извлекаем квадратный корень. Получается, что х приблизительно равен 13,00 моля на литр. И если вернуться немного назад, то можно увидеть, что х – это у нас концентрация гидроксид ионов в состоянии равновесия. Зная концентрацию гидроксид ионов, можно вычислить ПОН. ПОН равно минус десятичному логарифму концентрации гидроксид ионов. Таким образом, уровень ПОН равен минус десятичному логарифму 13,00. Давайте посчитаем. Минус десятичный логарифм от 0,0013. Получается, что ПОН изначального раствора равняется 2,89. Но нас просили найти ПОН. Мы знаем, что ПОН плюс ПОН равно 14. Подставим в это выражение ПОН и найдем ПОН. Это будет 14 минус 2,89. Получается 11,11. Вот у нас уровень ПОН до добавления в раствор кислоты. Давайте найдем эту точку на кривой тетрования. Мы добавили 0 мл кислоты. Вот эта точка на горизонтальной оси. И в этот момент ПОН равен 11,11. Второй вопрос. Чему равен уровень ПОН после добавления 20 мл раствора H-хлор с концентрацией 0,1 моля на литр? Концентрация соляной кислоты в добавляемом растворе 0,1 моля на литр. Моли нам неизвестны, зато известен объем. Мы добавляем 20 мл раствора. Сдвинем десятичную запятую влево на три позиции. Получим 0,02 литра. Отсюда можем вычислить количество. Одна десятая умножить на две сотых равно 0,002 моля. Это количество молей H-хлор, добавленных в раствор основания. H-хлор в растворе распадается на H+, и H-хлор минус. А в воде H+, и H2O образуют гидроксоний, H3O+. Поэтому можно считать, что мы добавили в раствор точно такое же количество H3O+. Чему равна изначальная концентрация аммиака? Нам дано, что она равна одной десятой моля на литр. Теперь найдем количество молей аммиака. Чему равен объем раствора? 40 мл или 0,04 литра. В знаменателе будет 0,04 литра. Отсюда найдем количество в молях. Это одна десятая умножить на 0,04. Однодесятая умножить на 0,04 равно 0,004. Вот такое количество молей аммиака изначально было в растворе. Что случится с аммиаком после добавления соляной кислоты? Основание вступит в реакцию с кислотой. Аммиак NH3 вступит в реакцию с гидроксониям, с H3O+. Эта реакция будет необратима. Аммиак – это основание, гидроксоний – это кислота. Значит, аммиак заберет протон с образованием ионоаммония, NH4+. А если у H3O забрать протон, образуется H2O – вода. Это у нас реакция нейтрализации. В раствор основания мы добавляем 0,002 моля молекул кислоты. Давайте подпишем. Количество кислоты – 0,002 моля. И в самом начале у нас было 0,002 моля основания. Значит, вся кислота вступит в реакцию. От кислоты ничего не останется, она вся вступит в реакцию нейтрализации. И мы потеряем такое же количество основания, 0,002 моля, поскольку на каждую молекулу кислоты в реакцию вступит одна молекула основания. И останется 0,004 минус 0,002. Это 0,002 моля основания. Половина молекул основания вступили в реакцию, и половина молекул основания осталась в растворе. Таким образом, на каждую молекулу аммиака в реакции образуется один ион аммония. Значит, сколько аммиака мы потеряли в реакции, столько же ионов аммония получили в результате нее. Таким образом, в результате реакции в растворе образуется 0,002 ионов аммония. А значит, и после реакции его количество будет 0,002 ионов аммония, NH4+. Итак, нам известно количество аммиака, нам известно количество ионов аммония. Осталось вычислить концентрацию аммиака и ионов аммония. Чтобы найти концентрацию, нужно узнать объем. Вернемся к задаче и посмотрим объем получившегося раствора. Изначально было 40 мл раствора аммиака. Мы добавили 20 мл раствора соляной кислоты. 40 мл было, 20 мл добавили. Значит, итоговый объем получившегося раствора равен 60 мл, или 0,06 л. Было 60 мл. Сдвигаем на три позиции влево десятичную запятую. Получаем 0,06 л. Объем в литрах знаем, количество в молях знаем. Найдем теперь концентрацию. И для начала посчитаем концентрацию аммиака. Она равна количеству, деленному на объем. Количество аммиака 0,002 моля. Делим его на объем на 0,06 литра. Посчитаем теперь концентрацию. Получается 0,0 и 3 в периоде. Итак, концентрация равна 333,00 мл на литр. Теперь проделаем те же вычисления для ионов аммония. Чему равна концентрация ионов аммония? Его количество то же самое, 0,002 моля. И объем тот же самый, 0,06 литра. А значит и концентрация ионов аммония будет той же самой. 0,333,00 мл на литр. Получается, что в растворе у нас равное количество частиц основания и его сопряженной кислоты. NH4+, и NH3 – это сопряженная пара основания и кислоты. А значит у нас образовался буферный раствор. Нас просят найти pH. Самый простой способ найти pH буферного раствора – это при помощи уравнения Хендерсона-Хассельбаха. Давайте выпишем это уравнение. Оно гласит, что pH буферного раствора равен pKa плюс десятичный логарифм отношения концентрации А- к концентрации hA. Вопрос. Как найти pKa? Мы знаем константу диссоциации аммеака kB. И мы знаем, что kA умножить на kB равно 1 на 10 в минус 14 степени. Подставляем сюда kB. 1,8 на 10 в минус 5 степени. И это равняется 1 на 10 в минус 14. Отсюда можно найти kA. Чтобы сэкономить время, я сразу напишу, что kA равно 5,6 на 10 в минус 10 степени. Мы разбирали этот вопрос в одном из прошлых видео. Если умножить kA кислоты на kB с опряженного основания, получится вот это число. Итак, мы нашли kA. 5,6 на 10 в минус 10. Это константа диссоциации NH4+. Отсюда мы можем вычислить pKa. Это равно минус десятичному логарифму kA. Минус десятичный логарифм 5,6 на 10 в минус 10 степени. Посчитаем. Получается, что pKa равно 9,25. Подставим это значение в уравнение Хендерсона Хассельбаха. Получаем pH равно 9,25 плюс логарифм отношения концентрации А-. А минус это сопряженное основание. В нашем случае это аммиак. Его концентрация 0,333. А в знаменателе концентрация сопряженной кислоты NH4+. Она также равна 333. Получается, что второе слагаемое это десятичный логарифм единицы. А логарифм единицы равен нулю. То есть это означает, что pH равно pKa. 9,25. Поскольку второе слагаемое равно нулю. Теперь найдем эту точку на кривой тетрования. Мы добавили в раствор 20 мл кислоты. По горизонтальной оси 20 мл будут вот здесь. Поднимаемся до пересечения с кривой и получаем вот эту точку. Таким образом мы вычислили, что pH в этой точке 9,25. Значит вертикальная координата этой точки должна быть 9,25. Мы еще не достигли точки эквивалентности. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. Субтитры создавал DimaTorzok